привет девчата здравствуйте так сейчас к нам вот уже на даже кто-то здесь есть рядом с нами здравствуйте привет девчата сегодня у нас четверг как обычно мы встречаемся по четвергам два часа дня и начинаем наш небольшой мастер-класс до тема нашего мастер-класса значит гель-лаки которые относятся к коллекции soulful morning замечательная такая красивая коллег коробочка такая вот смотрите сейчас я попытаюсь вот так и так soulful morning вот такая вот красивая дамочка от компании эми и цвета которые у нас здесь находятся это восемь оттенков 8 оттенков пастельных оттенков несмотря на то что сейчас у нас за окном осень есть немало девчат женщин до наших клиентов которые круглогодично любят какие-нибудь нежные оттеночки на руках и как раз таки вот какой-нибудь желтенький до персик вот такой 410 номер там или розовенький всегда придутся в тему ко двору и так далее итак значит с номера начиная от 409 по 416 да это коллекция которая гель-лаков да под общим названием soulful morning значит и мы с вами попробуем делать мы уже как бы делали естественно из этих гель-лаков как бы варианты дизайна но просто вышли же новые декорации и как бы мы не могли обойти их сторон поэтому сейчас пока в сторону уберу вот так вот еще разочек увеличу понятно что это дело как бы в одном стиле просто разные варианты я думаю что каждому найдется по вкусу до какой-нибудь интересный вариант вот тут с нами девчонки здороваются если какие-то вопросы есть не стесняйтесь задавайте мы постараемся на них ответить добрый вечер всем доброго времени суток здрасте здрасте и вам здрасте девчат значит ну в основе конечно цвет лежит у нас из коллекции вот который я уже озвучила до несколько раз и хочу рассказать о том что вышли новые декорации компании ими кто еще не знает обратите на это внимание потому что прикольные прикольные декорации так и сейчас попытаюсь по номерам сложить мне ничего не получится начну вот с этого номера да смотрите слайдеры да под названием естественного специфическое название слайдеров это получается нейлдресс да вот и номер нейлдресса 117 117 влюбленность вот такие красивые розовые оттенки кстати у нас уже было что-то похожее в декорациях то есть как бы знаете лучшее из предыдущих декораций значит достали и по новую дикну как бы в новом виде как бы их преподнесли веточки даже веточки с листочками кленовыми видите вот тут кленовый листик сочетание с цветами ну прикольная тема такой знаете переходной так стоимость я думаю сейчас на менеджеры кто-то из нас из менеджеров смотрит наш эфир я думаю что цену нам подскажут да девчат и либо она в онлайн до магазине ими можно зайти посмотреть я просто сейчас на скидочку не вспомню быстро так значит итак я пока по декорациям пройдусь а потом сейчас какие-то идеи у нас возникнут 117 влюбленность нейлдресс номер 117 вот такой вариант слайдера так теперь номер 120 мгновение осени это уже не переходной не переходный момент не переходной момент да уже такой конкретно осенний вариант тут вот яблоки листочки видно такой прикольный такой стилизованный прикольный с тыковкой тут же да на самом деле грибочки в прошлом году тоже кто помнит тоже у нас были грибы но немножечко другого характера тоже прикольно получилось так значит у нас спрашивали вот нам тут девчонки официальная группа нам подсказывает спрашивали сколько стоит набор гель-лаков всем доброго времени так здравствуйте можно узнать стоимость всей этой коллекции да вот татьяна спрашивает стоимость коллекции гель-лаков да коллекция состоит из восьми оттенков есть по 6 миллилитров до по 9 миллилитров то есть можно как бы прямо в цену наборчиков подсказать нам было бы замечательно а слайдеры да стоит 160 рублей так поехали дальше 120 мгновение осени вот такие красивые штучки дрючки так и давайте еще один вариант этот самый лучший я не знаю просто бомба бомба петарда хлопушка да там как-то спан модному говорят хорошо что я свое лицо не показываю возраст и бомба по хлопушкой это конечно будет замечательно смотреться так туманные грезы девчат 121 пока мой фаворит вот из этих трех прям влюбилась и очень пожалела что мало вот такие боковые цветочки видите есть как бы одиночные есть вот с такой вот красивой какой-то надписью правильно а вот есть вот допустим цветок который вот такой вот видите раскрытый я прям пожалела что он один есть конечно еще на черном фоне вот немножко но блин вот этот вот извините за блин спасибо вам большое официальная группа от эми стоимость коллекции салфон гмонин 6 миллилитров 3 850 стоит и 9 миллилитров 4 990 то есть это восемь гель-лаков восемь в коробочку входит восемь цветов так а я возвращаюсь к моему фариту 120 и 121 туманные грезы девчат вот этот вот вау мне так понравился прям вот сильно сильно и варианты дизайнов я конечно акцент прям сделала на них смотрите вот эти цветочки можно потом объемные лепесточки усилить видите вот они идут раз два три четыре нет это из другой какой еще какой еще раз в три четыре да так раз ва три а это уже с других но попыткам нужно было сделать со всех поэтому по чуть-чуть поэтому я так делала так всем привет спасибо девчат еще разочек официальной группе за подсказку в стоимости а мы продолжаем так на адрес 121 до запомнили прикольная штука вот значит и и можно использовать в принципе любую пластину для стемпинга чтобы задать знаете как бы придать сложность дизайну покрытию вот выход вышла еще 12 13 пластина вот так вот с орнаментами на всю пластину это новые пластинки для стемпинга можно как бы будет использовать вот какую-то цветочную тему например вот из этой коллекции из этой пластины видно вот они последние номер 12 номер 13 как бы пластиночки на всю да на всю поверхность отпечатывается рисунок но вот я вот взяла вот такой вот осеннюю до тему и буду отпечатывать на задний план да тут будет все просто так ну и потихонечку потихонечку поехали значит много времени я ну как бы часто показываю градиент на самом деле горизонтальный но сегодня мне почему-то захотелось сделать вертикальный переход и как бы я вам покажу как это можно сделать без всяких специальных приспособлений нам только потребуется единственная пару каких-нибудь салфеточек которые нужно будет вытирать кисточки и салфеточки можно взять конечно же в работе безворсовый но я воспользуюсь тем что у меня есть сейчас секундочку так салфеточку так нарежу мне нужна будет салфеточка так и теперь вертикальный переход мы сразу с вами сделаем и уже досновываясь на вертикальном переходе мы с вами дальше продолжим работу и так коллекция soft morning 413 номер 415 номер так ну давайте с одной стороны один цвет с другой стороны цвет там другой и так вертикальный переход без специальных каких-то приспособлений вот к нам тут я тут глаза подняла и к нам тут присоединилась еще танечка демидюк танюш привет как дела так а мы продолжаем делать вертикальный переход с одной половиночки будет свет 1 мы с вами на смоделированный ноготочек базы наносим гель-лак с одной стороны один цвет до с другой стороны цвет другой ну вот таким вот образом пусть у нас будет так и теперь мне нужно будет сделать переход цвета от одного к другому значит что я сейчас делаю девчат я возьму кисточку и вот которая только что наносила розовый цвет до 415 номер кисточку полностью отжимаю и даже могу сделать вот таким вот образом из нее лопату вот так раз и вытерла все ненужное видите кисточка плоская получилась и теперь я просто аккуратненько смешаю два цвета между собой прям посредине то есть вот аккуратно знаете как бы хотите назовите там косичкой или не знаю елочкой или просто техника ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп как будто вы просто смешали посредине два цвета гель-лака видно так и теперь естественно кисточку вытираете салфеточку видите опять чистая кисточка и аккуратненько погладили ваше покрытие сверху вниз сходили в одну сторону вернулись обратно естественно все покрытие мы делаем в два слоя и даже сейчас вертикальный переход не исключение чувствую что вот один цветочную потемнее чем до розовенький получается с бирюзовым поэтому еще раз подмешала и еще разочек прошлась это только первый слой самое главное в первом слое добиться плавного перехода цвета так ну вот сейчас нету резкой границы слой конечно же очень не уверены в себе поэтому мы сейчас его просушил второй вариант мы конечно же сделаем градиент горизонтальный да как обычно мы делаем то есть получается нас моделированный ноготочек базы мы с вами наносим примерно на одну третью часть ногтевой пластины один цвет примерно на две трети части ногтевой пластины цвет 2 вот такое вот неожиданное сочетание такой знаете бирюзовый цвет с розовым кисточку для градиента нам потребуется она у нас одна единственная четверочка есть амбре называется но мы делаем и ей градиент это чтобы враги не догадались почему мы так делаем кисточкой амбре делаем градиент так я в капельку базы девчат взяла и сейчас кисточку промыла в капельке базы потому что мы не рекомендуем кисточки мыть спирта содержащих растворах вот 100 на содержащих растворах а вот поэтому кисточку лучше промыть в капельке базы и я аккуратно чистой кисточкой смешиваю два цвета между собой по серединочке то есть получается у меня верхний цвет смешанный цвет и нижний цвет все теперь кисточку вытираю начисто и теперь аккуратненько слегчат сверху вниз от кутикулы вниз к свободному краешку как будто бы вы натягиваете верхний цвет на нижний это только первый слой никакой паники то есть впереди будет второй слой а сейчас мне нужно пока добиться плавного перехода цвета из одного в другой значит прошлась один разочек видите как бы не смотрите пока на качество покрытия смотрите на качество перехода цвета чтобы у вас один цвет потихонечку переходил в другой так и еще разочек пройдусь так аккуратненько до стараясь не давить сильно на кисточку как будто вы трогаете только вот гель-лаковое покрытие да как будто вы не касаетесь самой кисточкой поверхности ногтевой пластины все проходим до от начала до конца я обычно говорю девчонкам пусть ходит мороз дверь войдет не должны прерваться не на одну секунду так и просушиваем просушиваем а здесь я повторяю все то же самое что уже сделала то есть получается с одной стороны мы наносим с вами один оттенок гель-лака да но в данном случае я взяла розовый да из коллекции который мы сегодня с вами рассматриваем soul folk morning те кто равно давно работают с материалами ими знают давно что этот наборчик вышел да еще по-моему весной если меня не изменяет память то есть перед весной но в любом случае цвета которые можно использовать круглогодично потому что есть любители нежных оттенков до покрытия так я сейчас аккуратненько возьму кисточку и смотрите вот так же аккуратно вытираю просто получается мне такая кисточка плоская плоская видите как лопата и специальных кистей для того чтобы вертикально из одного цвета перейти в другой не использую так и аккуратно опять же смешиваю сильно на кисточку не давлю поднимаясь от свободного краешка вверх кутикули и аккуратненько перемешала вот таким образом так и аккуратненько просто погладила по центру и можно аккуратно вернуться обратно все и получается у нас с вами вертикальный переход если вдруг на ваше усмотрение если вам кажется что недостаточно получилось допустим переход света недостаточно качестве хотя я считаю что у меня тут принципе все нормально не бойтесь еще раз перемешайте еще раз погладить тогда уже будет все наверняка так ну а пока мы просушиваем просушиваем и делаем 2 2 слой покрытия да на нашем втором градиенте здесь у нас уже горизонтальный то есть получается верхний цвет наносим слой не должен быть толстым слой должен быть аккуратным тоненьким аккуратненьким прижимайте кисточку аккуратненько распределяйте гель-лак по поверхности так и наносим второй цвет примерно на две трети части ногтевой пластины так смешиваем два цвета между собой посрединочке аккуратненько найти как бы все движения кисточки сверху вниз сверху вниз сверху вниз сходили в одну сторону вернулись обратно получается у вас такой переходной момент да то есть верхний цвет смешанный цвет и нижний кисточку вытираете и теперь от кутикулы туда-обратно чуть ниже и аккуратненько с мыслами что вы натягиваете верхний цвет на нижний вы начинаете потихонечку двигаться кисточкой туда-обратно и чуть ниже туда-обратно и чуть ниже то есть получается вот таким знаете плотным-плотным слоем натягиваем верхний цвет я прям боюсь его отпустить и кисточку поэтому убираю пусть не убираю пусть ходит мороз дверь войдет мы не должны прерваться от начала до самого конца. Все, просушиваем, девчат, в лампе 30 секунд. И давайте усложним нашу ситуацию. И мы будем пытаться, знаете, как бы, я уже даже предвижу, кто-нибудь обязательно скажет, зачем так много манипуляций. Просто пытаемся сделать картинку более сложной. Когда смотришь, может быть, плохо видно, но вот на заднем плане, вы видите, то есть получается у нас там дальний план отпечатан с помощью стемпинга. Так мелкого смысла нет рисовать. Сейчас есть прекрасная техника стемпинга. И вот видите, прикольно получается, когда на заднем плане есть какой-то рисунок. То есть дизайн очень простяцкий на самом деле. Делается очень просто, быстро. Но при этом, когда есть вот этот вот задний план, кажется, что дизайн такой смотрится более сложно. Вот смотрите, например, вот здесь нету никакого стемпинга, просто фон, ниточки натянули и слайдер прикрепили. Так смотрится по-простому. Не вопрос. И если вы так сделаете, клиент тоже будет литра, допустим, да, на одном пальчике. Ну вот, как бы, ну, мы затеваем всегда прямые эфиры для того, чтобы какую-то, ну, сложность немножко передать, да, на самом деле, вид хотя бы сложности. Хотя сложных дизайнов на самом деле не бывает от компании. И уже настолько, знаете, как бы выпускается материал, и тут же выпускается к нему целая куча разъяснительных, пояснительных записок. Что можно из этого сделать? Вот. Поэтому, например, когда выходят новые декорации, нужно помнить всегда о том, что существует еще посезонный такой вот дайджест. Сейчас я на секундочку отвлекусь. Дайджест каталог. Вот последний вышел. Осень-зима, да, 2023-2024. То есть, как бы, здесь, естественно, ну, последняя коллекция, которая вышла, и тут же освещается, какие цвета, да, почему такие цвета взяли в тот или иной как бы наборчик. И вот, например, сейчас вот вышли декорации, видите, и тут же варианты дизайна с ними. Смотрите, вот как это смогло бы смотреться и в каком цвете на пальчиках у клиента. Видите? То есть, вышла декорация, и тут же можно в дайджесте посмотреть, как это можно использовать. Миллион мастер-классов. Вот, например, вышли шармиконы. Мы в одном из предыдущих мастер-классов рассматривали с вами этот шармикон, вот, 239-й баланс, видите, вот, или там шармикон 244-й, ла-ла, и тут же, как это может выглядеть, например, на руках у клиента, да, то есть, как бы, ну, тут понятно, я пытаюсь просто с журнала, да, вам показать в экран телефона. Вот, значит, и вот такие вот вот тоже декорации, которые мы сегодня с вами рассматриваем. вот они, видите, тоже, как оно будет смотреться на каком-то светленьком фоне. Кстати, фон здесь тот же самый, который мы с вами сейчас рассматриваем, это 415-й номер, как раз-таки вот этот цвет на руках смотрится очень красиво. Так, сейчас, 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 хотела быстро показать. И на всех пальцах этого делать совершенно не стоит, вот, абсолютно тоже стемпинг, видите, то есть пластина для стемпинга представлена, да, краска для стемпинга, мастер-класс, каким образом все это сделано, да, выполняем там декоративное покрытие, такой этот цвет номер, потом используем такую-то пластину номер, такую-то краску, и как это может выглядеть на руках у клиента, видите, то есть очень прикольная тема, это я к разговору о том, что когда выходят новые декорации в компании Эми, обязательно, да, выходят какие-то новые варианты, то дайджест, то всякие мастер-классы по QR-коду переходите, и тут же все это видно, как это можно использовать. Поэтому не просто, знаете, как бы, я, конечно, может быть, нахваливаю, я живу здесь очень много лет в компании Эми, ну, как бы, вот эта тема, когда не просто тебе дают что-то, там, материал какой-то, нате, купите, потратите кучу денег, а тут же предлагают, что с этим материалом сделать, да, и то есть, как бы, иногда даже думать не надо, достаточно просто посмотреть, вот, и повторить. Ну, а мы с вами продолжаем. Значит, я возьму пластиночку, да, вот с таким вот рисунком листочки-цветочки. Так, краску для стемпинга белого цвета, так, есть, номер 01, да, тоже от компании Эми, подушечку для стемпинга, тоже есть. Так, чем почистить, так, у меня тут ролик есть. Так, и, девчата, каким образом, да, ну, это самое простое, что может быть, я уже сказала, что, ну, на выходе будет смотреться более сложный такой, знаете, по этапам выполненный дизайн. Хотя, на самом деле, все это будет делаться очень-очень быстро. Так, единственное, что я не взяла себе поближе, я прошу прощения, это жидкость для снятия гирлака, потому что именно жидкость для снятия гирлака очень хорошо протирать пластины. Так, вот, поэтому возьму сейчас салфетку. Так, и чем вытереть пластины? Немножко заушкалась, замешкалась, потому что неудобно под телефоном. Все, потихонечку поехали. Воспользуюсь белым цветом. Так, вот так, прошу прощения. Так, и давайте быстренько сейчас мы... Ну, например, вот эти вот... Такие на задний план будут у нас такие листья. Ну, это будет их только очертания, поэтому ничего как бы сверхъестественного сейчас не будет происходить. Я думаю, сейчас стемпинг делают абсолютно все любые мастера. Когда работе это лаком, не надо давить на подушку. Набирается очень легко рисунок. Так видно, да? И отпечатываем непосредственно на ноготочек. Так, у меня типсик довольно-таки длинный, поэтому мне нужно будет допечатать на хвостике. А я сейчас возьму и допечатаю. Ну вот, состыковали. Так, ну и теперь, девчат, лаковая, конечно же, красочка высыхает очень быстро на поверхности, да, на воздухе. Так, у меня тут... Вот так, все есть. Смахнула все, что лишнее. Так, ну и давайте, почистив подушечку, естественно. Ну, кто как, кто скотчем, да? Кто роликом для чистки одежды. То есть это уже тут не принципиально важно. Так, и давайте я еще один, да, вариант отпечатаю. Я вытираю сейчас пластинку. Так, ну и дубль два. Давайте еще какой-нибудь рисунок на весь ноготочек. Давайте вот эти цветочки, которые тут по соседству с листочками. Так. Аккуратненько убираем все лишнее. Легкий накат на подушечку. Не надо так вот прямо подушечкой. Легко-легко-легко, очень хорошо набирается рисунок. Так, и отпечатываем на другой ноготочек. Сейчас пристроимся. Так, допечатаем на хвостике. Хотя тут не особо будет видно, но и тем не менее, душа будет спокойна. Такой, знаете, получается ажурный, ажурный такой задний план. Все. И теперь, девчат, у меня тут идея фикс появилась. Все-таки осень, хотелось добавить какие-нибудь ниточки такие осенние. И я просто вспомнила про то, что у нас есть спайдергель, на который можно втереть... Ну, спайдергель у нас нету золотого у Эми. Вот, поэтому можно воспользоваться, например, спайдергелем. И то, что у нас он после просушки липкий, и можно в липкий слой втереть пигмент. Можно взять, например, ниточки из черного пигмента превратить в серебряные, либо из черного, простите, из черного спайдергеля, из черной паутинки превратить либо в золотый, либо в серебряный, либо в другой-другой цвет. Любой, неважно, который пигмент, который у вас есть. Ну, и так как у нас все-таки осенняя тема, нашла тут золотой пигмент. Это был от компании Эми, 199 номер. Ну, может, у кого-то просто другой есть. Это не принципиально важно. Важно, чтобы он был очень мелкий. И теперь, чтобы пигмент все время втерся только в спайдергель, значит, нам нужно будет перекрыть наш фон топом без остаточной липкости. И в нашем случае лучше всего это будет, если это будет теклос. Теклос наносим тонким слоем, да, как промежуточный этап, на поверхность ногтевой пластинки и сушим одну минутку, а лучше две. Так. Просушиваем. И здесь то же самое я покрываю топом теклос, топом без остаточной липкости. В нашем случае это теклос. В вашем случае, может быть, вы не работаете, да, на материалах Эми, пусть это будет любой глянцевый топ без остаточной липкости. Не принципиально важно. Важно, чтобы вы его просушили одну минутку, и потом после этого забафили бафиком. Значит, поверхность не должна быть глянцевой. Тогда ваш пигмент потрется только туда, куда нужно вам. По поводу спайдергеля, да, вот у нас он называется, видите, спайдергель. Черный. Ну, паутинка. Я думаю, что есть у мастеров, как бы, разная, как бы, спайдергель, разные паутинки, разные фирмы, разные конторы. То есть, как бы, единственное, что очень важно, чтобы паутинка была с липким слоем, да, то есть, как бы, чтобы в липкий слой можно было втереть пигмент. А пигмент мы будем втирать через 30 секунд просушки. Пока, девчат, пока я взяла бафик и забафлю немножко поверхность теклоса. И вот я вот уберу с экрана, вот так аккуратно забафим. Значит, это для того, чтобы пигмент никуда не втерся, кроме паутинки. Чтобы поверхность была такая матовая, не глянцевая. И тогда у нас будет аккуратный порядок. Ну, я думаю, что было понятно, почему я перекрыла топом без остаточной липкости, потому что, ну, я же не могла забафить рисунок, который только что нанесла с помощью техники стемпинг. Правильно? Поэтому рисунок на заднем плане мы закрыли топом без остаточной липкости теклос. Просушили одну минутку. Одну минутку, две минутки, не важно. Важно просушить и забафить поверхность. После этого, конечно же, взять обезжириватель. И чтобы не было пыли на поверхности, просто поверхность, ну, обезжирить. Не потому что нужно что-то убрать липкость. Нет, а просто потому что нужно убрать пыль, которая у нас с вами здесь осталась. Все. Теперь поверхность у нас готова. Хочу добавить в работу несколько золотых ниточек. Если бы, например, клиент носил, допустим, серебряные украшения, можно было бы взять серебряный какой-нибудь пигмент. Ну, и, естественно, втереть его, да, также благополучно. Так, ну что, мы буквально совсем чуть-чуть, тут не будем сильно много выпендриваться. Так, и, значит, я возьму, ой, этот спайдер-гель же, он такой замечательно поддающийся, да, тут же пачканью. Давайте немножко, мы не будем сильно много, но оно будет очень симпатично смотреться, на самом деле, в конце. Вот так, допустим, пару ниточек, вот так. Давайте еще пару, и хватит. Все, достаточно, больше не буду, сказала Наташа, и прицепила еще одну. Ой-ой-ой-ой, здесь она мне совершенно не нужна, сейчас я это дело вытрую здесь, в уголочке. Хочу, чтобы чистенько там было, а то прям разбежалась. Вот тут не хочу. Так, вот сюда, у меня какая-то дырочка тут такая неловкая осталась, вот, все. Теперь просушиваем спайдер-гель или паутинку 30 секунд. После 30 секунд шикарно вотрется пигмент, все у нас будет хорошо. Так, ну и давайте здесь. Хотите так же по вертикали, хотите по горизонтали, хоть по диагонали, абсолютно не важно, как вам больше нравится. Давайте по диагонали. В любом случае, работа сопряжена с тем, что, конечно же, где-то что-то испачкается, типа кожи, да. Можно будет потом просто с кожи вытереть просто влажной салфеткой, девчат. Ничего сверхъестественного. Ну, пусть будет вот так, да, по диагонали. И точно так же 30 секунд просушиваем. Теперь, чтобы пигмент втереть, нам нужно взять буквально какую-нибудь страшную мягкую кисточку, немножко пигментика. Я сейчас салфеточку постелю вот так. И мы превратим наши черные ниточки в золотые. Вы не против? Так, хорошо видно? Все. Видите, из-за того, что у нас поверхность с вами закрыта топом, без остаточной липкости, пигмент у нас попал только на ниточки. Получается очень удачно, очень аккуратненько. Конечно, увеличивая телефон, все это дело. Давайте просушим. Пигмент нужно, конечно же, втереть и обязательно просушить. Да, потому что, если вы не просушите пигмент, девчат, то когда будете закрывать топом, либо какой-то промежуточный этап, да, покрывать, а мы будем все равно пристраивать сюда слайдеры и будем наносить слайдер-топ. Если слайдер-топа нету, то будем наносить базу. Вот, чтобы пигмент не потянулся за кисточкой, его нужно хорошенечко втереть и просушить. Все, убираем все из-под рук. Так, ну и теперь давайте решим, что мы будем пристраивать на поверхность. Хочу вот этот. Прям, ну нравится, сил никаких нет. Так кайфово смотрится вот этот цветочек, вам тоже понравится. Так, вырезаем то, что нам нужно. Так, слайдер, да. Сейчас, конечно, много кто работает с техникой стемпинга и заменяют, конечно, любые слайдеры с помощью стемпинга, но все-таки вот цвет, знаете, вот рисунок красивый цветной, конечно же, стемпинг. Даже если вы раскрашиваете там по подушечке рисунки, все равно так красиво не смотрится. Так, аккуратненько мы сейчас вот так вот. Это мокрая салфеточка лежит в коробочке, девчат. То есть намочила слайдер, вот. И давайте вырежем какую-нибудь интересную надпись, которая так тут живет сама по себе. Так, так, так. А сейчас мы найдем. Давайте возьмем надпись вот с этой, да, например, картинки. Если вы не против. Так, вырезаем отсюда. Любые надписи, каждый раз, когда провожу какие-то прямые эфиры, каждый раз добавляю, потому что реально, знаете, любой прогрешный дизайн край кайфово будет смотреться, если прикрепить какую-нибудь надпись. Либо это наклеечка какая-нибудь, либо, либо что? Либо наклейка, либо слайдер. Правильно? Правильно. Так, ну давайте я вот эту возьму. Аккуратненько вот так вырежем. Можно еще какую-нибудь веточку прихватить. Кстати, сейчас посмотрим. Дизайн-конструктор. Мне нравится вот это название, знаете, общее название этих дизайнов. Однажды я подслушала название дизайн-конструктор у замечательного мастера, который живет в городе Нальчик. Зовут ее Оксана Панкова. Вот она тоже вот очень много дизайнов делает. Вот таких вот, знаете, сборная соляночка, когда и на заднем плане там она часто фольгу использует, там кусочки выкладывает, и потом слайдеры, плюс наклеечки, плюс буквально две линии от руки. И получается очень круто. Если кто не знает, можете, ну, последить за ее работой. В городе Нальчик Оксана Панкова. Смотрите, вообще тоже очень круто делает. Что-то подобное еще делает вот такие вот дизайны-конструкторы очень интересные. Светлана Рихтер. Вот. Ну, девчонки, которые действительно, знаете, посмотришься, посмотришь и хочется так, ну, как вдохновляешься, и что-то хочется повторить даже после них. Так, ну, а мы с вами добавили золотые пигменты. Слушайте, смотрю сейчас через экран телефона, кажется, что это такое что-то огромное. На самом деле это все такое тоненькое. Ну, не важно. Важно, чтобы вообще картинка потом была хорошая. Так, ну, теперь, конечно же, слайдер-топ. Оп, девчат, мы наносим. Если слайдер-топа нет у вас в работе, то, конечно же, можно воспользоваться базой. Можно тоненько-тоненько нанести базу, потому что слайдеры нужно прикрепить на что-то липкое, да? Так. Слайдер-топ. Просушиваем 10-15 секунд. И прикрепляем. Можно, кстати, также воспользоваться подушечкой для стемпинга, да? Чтобы попасть именно туда, куда вам хотелось бы точечно приметиться. Чтобы не руками, а с помощью подушечки. Давайте попробуем. То есть мне нужно сначала пристроить вот этот цветочек. Вот я его взяла на подушечку. Видите, он там внизу, вот он. Ну, и теперь, естественно, пристраиваем четко посередине ноготочка. Ну, или как пойдет, посмотрим сейчас. Ой, где я? Вот здесь вот в экране должно быть. Вот. Все, цветочек мы пристроили. Ну, и давайте сразу веточку, рамочку. Будет прикольно смотреться. Так вот с листиком я не делала, но я думаю, что должно быть прикольно. Листочки. Такая, знаете, если цветочки, вроде лето. Как только пристроились листочки, уже сразу вроде как осень. Так, девчат, значит, у меня идет два слайдера, да, получается, один рядышком с другим. Если я хочу пристроить сверху еще какую-то рамочку, то получается, она наслаивается на предыдущий слайдер. И как раз-таки вот между слоями сейчас можно ультрабонд нанести, и на ультрабонд будет прекрасно держаться следующая наклейка. То есть никаких слоев геля для этого не нужно. То есть нужно взять и обработать ультрабондом. Ультрабонд высыхает на воздухе, липкость появляется на поверхности. Ну и после этого, допустим, рамочку, да, мы пристроим. Я сейчас точно так же воспользуюсь подушечкой для стемпинга. Видите, рамочка такая, да, с какой-то надписью. И вот сюда ее пристроим. Все, и теперь сцепление получается посредством прикрепления вот именно к ультрабонду, да, к нашему двойному скотчу. Все, девчат, обязательно обрабатываем и эту наклейку ультрабондом тоже. Все, и теперь дальше нам нужно перекрыть топом. Любым топом, которым вы работаете. Это не принципиально важно. Важно, что все должно быть, конечно же, перекрыто. Возьму ультрашайн. Ну, ультрашайн – это такой стеклянный топ. Вот сейчас я подумала, мне хочется потом еще добавить немножко эмпасты на поверхность. Поэтому лучше все-таки теклас. Теклас, он пористый, на нем хорошо смотрит, хорошо будет, ну, как бы, держаться эмпаста, которую я хочу добавить сверху. Поэтому перекрываем. Я остановилась на самом деле, потому что многие знают, что ультрашайн, ну, переводится как ультраблеск, это такой, знаете, стеклянный топ. И вот с него может сколоться эмпаста. А вот с текласа, либо с матового топа эмпаста не сколется ни при каких обстоятельствах. Так, пусть это пока сохнет наш вариант. Так, а мы пока добавим сюда. Ну, девчат, тут может быть все, что угодно. Я просто, наверное, все-таки возьму вот из этой же Nell Dress, да, как бы, ну, прям сильно мне нравятся эти картинки. Я вам из них фактически, ну, больше всего количества вариантов образцов сделала именно из этого слайдера. Сейчас я вот так постараюсь, чтобы бумажка не получится, все равно придется обрезать. Тут такие цветочки, не цветные, они такие, знаете, серые такие, стилизованные, интересно смотрятся. Мы точно так же с вами разместим сейчас это дело на влажную салфетку. Нанесем на поверхность нашего ноготочка, прямо сверху вот пигментика, чтобы выровнять поверхность. Нанесем слайдер-топ, либо можно воспользоваться базой. Так, тут вот Екатерина, спасибо. Наташа, вы просто приветствовали. Спасибо, это вам спасибо на самом деле, девчат. Ну, просто когда, знаете, вот есть какие-то идеи, хочется поделиться с ними. Итак, этот вариант у нас в принципе готов, в принципе, но, знаете, это же как в лучших традициях города Ростова-на-Дону, да? Все лучше и сразу. Мы можем с вами сюда добавить еще работу импасты. Есть у нас такая кисточка, лепесточек, единичка для жестовской росписи с плоским цоколем. Единичка. КЗЛЕ-1 она называется. У меня просто уже стерлись все аббревиатуры. А, нет, еще видно. КЗЛЕ-1. Эта кисточка, самый маленький лепесточек для жестовской росписи. Так, не знаю, вот так вот видно будет, не видно. Я возьму немножко белой импасты, белый рафинад. Импаста, белый рафинад. Это гелевая краска, которую можно рисовать сверху по готовой поверхности. И кончиком кисточки буквально возьму и увеличу объем лепесточком, да, на моем слайдере. То есть можно и так оставить, это не принципиально, но просто будет смотреться намного интереснее. То есть вы берете капельку импасты на кончик кисточки, лепесточек. Она уже сама по себе такая, знаете, заточена для того, чтобы рисовать лепесточки. И типа вот оставляете немножко объем импасты на кончике кисточки. И как бы движение кисточки должно отправиться вот как раз таки к центру. Можно не все лепесточки, знаете, там как бы через один. Ну через один это как будто звук будет не хватать. Но если уж завязались, цвет, конечно, станет светлее. Но на самом деле у нас есть импасты цветные, и можно подобрать прям цвет в цвет с покрытием. То есть ну как бы с цветом лепесточка можно подобрать цвет импасты. Мне просто захотелось, чтобы был объем. Но так смотрится сложнее дизайн. Хотя на самом деле вы же поняли, да, что абсолютно вот просто такой набор. Набор разных техник по большому счету. Все, вот так. Можно в серединочку, да, что-то добавить. Можно тоненькую кисточку взять. Кто-то вот уже поленился, поэтому будет вот так. Все, увеличила немножко объем лепесточков, а получается такой, знаете, более объемный. Так, какая кисть и размер? Не расслышала. Так, Екатерина, значит, только что ставила мазки кисточкой. Лепесточек единичка для жестовской росписи. К-З-Л-Е-1. Лепесточек. Есть овал для жестовской росписи единичка. А есть лепесточек для жестовской росписи единичка. К-З-Л-Е-1. Так, все, просушиваю. И получается вот такой вот прикольный объемный вариант дизайна. Ну, конечно, когда не мешает телефон перед носом. Итак, все, просушиваем. Знаете, такой, как он, гербер, бербер, как он правильно называется. Так, теперь давайте здесь пристроим еще один цветочек. Вот такой в черно-белом цвете. Смотрите, тоже прикольно будет смотреться. Ниточки у меня по диагонали натянуты. Натянуты, натянуты, ничего страшного. Пристроили слайдер. Просушили. Просушили. Я предлагаю взять какую-нибудь тоненькую кисточку и нарисовать тоненько-тоненько стебелечек. Дополним мы сейчас сюда. Я возьму им пасту. И вот стебелечек, которого здесь не хватает, я его просто сейчас чуть-чуть дорисую. Ну, потому что длина ногтей может быть разная, правильно? Если бы короткие были ногти, может быть, и закончился там, где начался. А тут придется дорисовать до конца. Так, аккуратненько. Вот так, видно на камеру, да? Аккуратно вот так. Давайте отправим веточку вниз. Так, и вот этот цветочек, тут тоже начало веточки есть. Ну, вот так, вероятно, вот как-то так. Тут можно, конечно, пофантазировать и добавить что-нибудь еще от себя. Давайте. Ну, чтобы оправдать, да, все-таки, Ростов-на-Дону все лучшее сразу. Девчат, конечно, на каждом этапе можно остановиться. Каждому свою. Кому-то нравится, когда чуть-чуть побольше. Кому-то нравится доработанная, да, какая-то техника. Кому-то не нравится. Ну, ради бога, как вариант. Итак, просушиваем. Просушиваем. Так, девчата, я потихонечку здесь у нас уже все готово, да? Эмпаста высохла. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. Не обязательно. Вот я, допустим, когда сам проверяю работы в онлайне, девчонок. Все же знают, да, что у нас есть онлайн-школа, как бы. И вот многие пишут, чем заменить эмпасту. Ну, на самом деле хочется, если честно, крик души, знаете, хочется сказать, да не надо заменять. Вы же вот все равно что-то будете искать, все равно на что-то будете тратить деньги. То есть в любом случае, значит, будете, как бы, какая-то затратная часть, правильно же будет? Вот, поэтому, ну, какой смысл тратить деньги на то, что можно заменить эмпасту? Ну, вот лучше уже взять и сделать, ну, как бы, из того, что, ну, вот, беспроигрышный вариант. Часто качество дизайна зависит от качества используемых материалов в дизайне. Поэтому считаю, что, как бы, вот есть материал, да, зачем? Ну, в любом случае, что такое? Вы, самое главное, вы должны просто подумать о том, ничем можно заменить, а что это вообще? То есть вот я сейчас рисовала гелевой краской без остаточной липкости, да? В компании Эми такая краска называется эмпаста. Смысл в чем? В том, что ты рисуешь, она не растекается, не расплывается, и ты можешь с помощью тонких линий, да, какие-то там рисовать дизайны. Хоть можешь там мазками, получается, красивые лепесточки. То есть вот есть такая густая краска. Мы не используем эмпасту как гелевую краску для покрытия. То есть мы эмпастой ногти не покрываем. Эмпасту мы используем только как краску для рисования. Поэтому вот вы должны, если вы хотите что-то на что-то заменить, вы должны в первую очередь четко знать, что перед вами, да? То есть все же понимают, например, гель-лаки. Гель-лаками уже пользуются разными от разных компаний. Так, для того, чтобы было хорошее сцепление, помним о том, что любой слайдер мы обрабатываем, значит, поверхность слайдера с помощью праймера или ультрабонда для хорошего сцепления. Так, высыхает ультрабонд на воздухе, толщины никакой не имеет. После этого вы перекрываете топом, да? Не принципиально любым топом, которым вы работаете. Закрыли. Просушили, естественно. Вот, вернусь к разговору о материалах. И вот когда, ну, как бы спрашивают, чем можно заменить, я сразу говорю, подумайте о том, что это перед вами, что на что менять. Гель-лак можно заменить любимым гель-лаком из другой компании, да? Топ можно заменить любым топом из любой другой компании. Что такое эмпаста? Гелевая краска без остаточной липкости. Значит, вы должны искать по характеристикам. То есть, может быть, еще какие-то компании выпускают гелевую краску без остаточной липкости. Вот и все. А вот, а если, например, эмпаста или гелевая краска без остаточной липкости кажется вам густой, часто спрашивают, а чем можно разбавить эмпасту? А то вот она такая прям какая-то густая. Опять же, свойства. Что такое эмпаста? Гелевая краска без липкости. Значит, можно добавить капельку топа без остаточной липкости, размешать, и, естественно, краска будет намного жиже, да, в зависимости от того, сколько вы нальете туда, например, вот, поэтому старайтесь, вот, как сказать, если добавляете, то сначала совсем чуть-чуть, правильно, то есть, как бы добавили, размешали, о, стало легче рисовать, ну, и остановитесь замечательно, гелевая краска без остаточной липкости топ, да, то есть, как бы есть абсолютно в любых компаниях, то есть, не обязательно там прям повторять, вот, допустим, как у нас. Так, ну, а я пока опять же взяла белую импасту и немножечко-немножечко увеличила краешки лепесточков, цветочка, которые только что, да, в виде слайдера прикрепила на поверхность. Так, просушивайте, допустим, если вы рисуете импасты под топ, то вы можете импасту просушить 30 секунд, если вы сушите, если вы и наносите импасту на готовую поверхность, то можете просушить минутку, а лучше две, хуже на самом деле не будет. Так, ну что, значит, наш эфир подходит к своему завершению логическому, вот, и я надеюсь, что мы были, как всегда, вам полезны, надеюсь, что мы, как всегда, да, такая самоуверенная дамочка, надеюсь, что мы вам были полезны, вот, не бойтесь, творите, выдумывайте, вот, а для того, чтобы вам было легче что-то придумать, вот, варианты, вот, на экране, может быть, вот, как бы, сделаете скрин, так, не знаю, куда прицепить, вот так, лучше видно будет, может быть, просто скрин с экрана сделать, сделать скрин с экрана, так вот, простите, начала поднимать и чуть всего не уронила, и, может быть, какие-то варианты, придумайте что-то от себя. Так, и быстро подниму глаза, может, где-то что-то спрашивал. Вообще красота, хорошо, когда есть фантазия. Спасибо большое. Значит, на самом деле фантазия есть у Екатерины Николаевны Мирошниченко. Вот она что-то придумывает, вот, я не знаю, эти слайдеры и шермиконы, мне казалось, знаете, какое-то время назад, что мы, мастера, все останемся без работы, вот, но потом потихонечку жизнь идет, новые мастера учатся, и каждому мастеру находятся свои клиенты и дизайны. Да, сейчас не модно, так как мы вот рисовали, мы, допустим, там, 15-17 лет назад, когда, знаете, изрисовывали все пальцы. Нет, конечно же, немножко все изменилось, и больше делают ногти там, скажите таки, более, ну, ближе к натуральной величине, не так сильно много расписывают, как раньше, но, тем не менее, есть клиенты, которые не рисуют и не будут рисовать, но есть клиенты, которые хотят что-нибудь изобразить. Если у вас на столе будет планшетка с какими-нибудь несколькими типсингами, вот, и вы будете пальчиком, допустим, не вы, а они вам, ой, прикольно, сделай мне вот так на одном пальце, или ой, прикольно, сделай мне вот так. Я считаю, что, ну, вот, визуально, когда они видят, они тогда хотят. Если они не видят, они, конечно, не захотят. Все, значит, вообще красота, хорошо, когда есть фантазия. Материалы от Эми лучшие, практически звучит, как рекламный слоган. Спасибо большое, Евгения. Так, присоединилась. Очень круто, спасибо большое. Так, добрый день, Наташа. А подушечки для штампов Эми есть? Да, она у нас вот такая вот подушечка. Она не маркирована, просто у нас продается, как нагрузочка такая вот красная. Жесткая подушечка, кайфовая. Жесткая, классная. Хорошо отпечатывает, вообще легко. Так, красота. Спасибо огромное за идеи. Спасибо, спасибо. Всем огромное спасибо, девчат. Всем удачи. Прекрасно. В Ростове сегодня прекраснейшая погода. Просто плюс 27 градусов. Даже не верится, что сегодня у нас такое уже 28-ое, слава Богу, да, число. Дай Бог всем здоровья, всем побольше денежных клиентов. Удачи. И до встречи в следующий четверг. До свидания.